Более сотни делегатов из всех районов области, шесть десятков кандидатов в избирательные партийные списки. Сегодняшний региональный съезд единороссов – это уже третий этап работы перед началом избирательной кампании. Это завершающий этап любой политической партии перед стартом избирательной кампании. Сегодня проведя данную партийную конференцию, выдвинув от регионального отделения партии список своих кандидатов, начинается избирательная кампания. Партийные в списке на выборы в законодательное собрание – это самая главная интрига сегодняшнего дня. Впрочем, в какой-то мере народ претендентов на парламентские кресла уже поддержал на общенародных праймерис. В первой тройке – действующий председатель ЗСО Николай Тихомиров, депутат Госдумы Георгий Шевцов и сенатор от Вологодской области Юрий Воробьев. Георгий Шевцов последние восемь лет представлял область в Государственной Думе и теперь уверен – полученный опыт пригодится и для работы в регионе. Я это решение принял давно, несколько лет назад и не скрывал, всем об этом говорил. Я считаю, что два срока, восемь лет в Государственной Думе вполне достаточно, надо освобождать дорогу молодым. Я надеюсь, что если мне избиратели доверят, то мой опыт пригодится в работе областного заградательного собрания, еще готов здесь работать. Также среди кандидатов – руководители предприятий, работники сферы культуры, образования и здравоохранения. Порядка 25% от общего числа тех, кто попал в региональный список «Единая Россия», в Алакжане – беспартийные представители Народного фронта. И около четверти из них – молодежь. Я считаю, что одной из важнейших задач – это активизация работы с молодыми людьми, с молодежью. Нам бы хотелось, чтобы сегодня заработал молодежный парламент в Алаготской области, чтобы молодежные объединения, организации различные имели возможность коллективно, соединив свои усилия, реализовать ту или иную социальную программу. Также на сегодняшнем съезде приняли региональную народную программу, с которой партия власти пойдет на выборы. Но пока самая главная задача – победить на этих выборах и сохранить за собой большинство в областном парламенте. Эта интрига разрешится 4 декабря. Людмила Малинина, Алексей Романов, Новости Вологды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова